запускай вообще другая это вообще так жалко машины она лютая правила пдд не нарушаем у нас проблема привет братва ну что я рад вас приветствовать на втором канале это первый ролик на этом канале собственно для чего его создал дело в том что у нас остается много прикольного контента который мы просто не можем уместить на основном канале но хочется его вам показывать и вот сегодня допустим смотрите вот это бмв е60 который мы купили для наших понт аренды ну к сожалению пока она еще недостаточно понтовая и мы будем полностью менять облик тачки мы поставим м обвес оклеим ее в яркую пленку поставим диски сделаем дитейлинг короче . реально полностью преобразится это по сути такая будет мини-тачка на прокачку и черт возьми у меня сегодня день рождения я надеюсь что мы укладываем этот ролик 31 мая вот поэтому ради моего подарка пожалуйста и ради контента вашего который вам точно зайдет на этом канале придите прямо сейчас подпишитесь нажмите колокольчик и давайте запомним это бэху участку такой посмотрите на нее внимательно концу ролика она полностью поменяет внешний вид желаю вам приятного просмотра готовьте чайку и погнали на на и и и и и Наконец-таки доехал. Итак, оцени наш обвес. Тачка будет в прокате, нет смысла ставить оригинал. Мы купили полностью весь М-обвес в круг. Короче, машина полностью подготовлена, уже весь все зачищено. Надо только оклеить в оранжевую пленку, в ту самую пленку, в которой мы оклеивали копейку. Будет офигенно. Еба. Подержи. Ну-ка, посмотрим. Денчик, смотри, ноздри будут вот такие. Эмошные. Вполне неплохо. И вот это, наверное, убираем. Ну, кстати, это на самом деле понта примерно. Не, ну понта, это если бы была бы М5. Можем бы М5 наклеить. Так, что, наступаем? Да, все, погнали. Кстати, как вы можете заметить, бампера у нас стали серые, потому что в том состоянии, в котором мы купили весь обвес, это как бы голый пластик, грубо говоря, на него пленка никак не клеилась, и поэтому пришлось загрунтовать полностью все бампера, юбки. И теперь пленка ложится, все здорово. Давайте я вам пока покажу, как мы уже оклеили порог, допустим. Вот, смотрите. Все, цвет. Ничего не сломал. Короче, продолжаем клеить дальше. Еще хочу вам показать фару, просто посмотрите, мы ее перебрали. Короче, ладно, не буду пока открывать. В общем, фара просто как новая. Вообще блестящая. Заклеим ее обязательно в бронепленку. Блин, вообще так жалко машины. Я просто представляю, что мы сейчас все поставим, новые фары, за дни отполируем, но не так нормально. Пленка, выхлоп, блин, диски, все сделаем, детейлинг сделаем. Я надеюсь, что вы будете любить наши тачки и будете к ним относиться так же, как отношусь я. Зацените еще, как получилось оклеить весь пластик в салоне. Как вы помните, он был деревянный. Теперь черный глянец. И сейчас еще покажу. Все детальки. Вот эта часть. Вот она. Качество даже лучше, чем если бы мы покрасили, мне кажется. Вообще нормально. Есть две новости. Хорошая и плохая. Хорошая, то что машина выглядит офигенно. Это мой любимый цвет, оранжевый. Еще раз напомню, что это такой же цвет, как мы переклеивали копейку. Осталось заклеить весь обвес. Там еще маудинги, зеркала. Но в целом уже понятно, что цвет тачки идет. Просто она смотрится очень круто. В общем, плохая новость в том, что нам нужно сделать выхлоп. Потому что выхлоп вообще никакой. И то место, где мы будем делать REX ZOST, они могут только сегодня. Только вот сейчас. Сегодня у них есть окно. И потом у них там большая запись. А нам нужно как можно быстрее сделать тачку. Чтобы как можно быстрее ее полностью подготовить. Короче, сдавать ее вам в аренду, чтобы вы катались, кайфовали. Поэтому прямо сейчас мы вырываем тачку из процесса. И пока парни будут доделывать оклейку. Оклеивать там бампер, маудинги и все остальное. Мы будем заниматься выхлопом. Затем пригоним ее сюда уже с выхлопом. И до конца дособерем. Вот такой план. Поэтому прямо сейчас грузим ее на эвакуатор. И гоним в REX ZOST. Здорово. Это Тарас. Он сегодня будет нам делать выхлоп на эту тачку. Короче, у нас мотор прикольный. Но звучит, к сожалению, он не очень. Потому что стоит полностью стоковый выхлоп. Поэтому надо с этим что-то сделать. Чем громче, чем лучше. В меру. Чуть выше среднего. Ну да, да, да. Ну или вообще, если есть какой-то варик сделать, какой-то прикольный выхлоп, надо это сделать. Потому что эта тачка будет в аренду сдаваться. И пацаны должны кайфовать. Мы сейчас ее по внешке делаем, как ты видишь. Вот мы решили тебя пригнать. Сделать выхлоп. Так, делаем раздвоение. Поставим спорткаты. И добавим звука. Ну все, за работу. Собственно, спустя 7 часов работы выхлоп готов. Посмотрите на эти насадки. Это как у эмки, да, получается у нас? Девяностики со скосом. Бля, вообще симпатично получилось. Что, расскажи что-нибудь про выход. Поставили банку отсюда, два входа, два выхода и пустили трассу. Тут места по вторую банку не было, поэтому поставили сюда и пустили на трубах назад. Нам нужен прямо такой антуражный звук. Сейчас послушаем. Громкий? Ну давай все. Собственно, вам это интересно. Если интересно, напишите в комментариях, потому что на этом канале мы можем максимум рассказывать вам технические части. В общем, подробно можем все рассказывать. Мне кажется, что большинству это не интересно. Но, если вам это нравится, вы хотите это слушать и знать, то напишите в комментариях. Лично мне больше всего интересен результат. Запускай. Холодный пуск. Блин, я уже напрягся, знаете. Я с этими выхлопами уже боюсь. О! Даже отстрелы есть небольшие. Ну на ходу будет еще громче, да? Конечно. Ну все. Можно ехать обратно в бункер, доклеивать бампера, и потом уже прокатимся, проверим ее на ходу. Ну, до бункера мы поедем на эвакуаторе, потому что так нельзя ехать. Правила ПДД не нарушаем с учетом. Есть, конечно, риск то, что диски не подойдут. Блин, как же они подходят этой тачке. Еще вопрос, кстати, есть у нас. Как вы думаете, какого цвета должны быть диски? Либо черный глянец, либо черный мат. Сейчас черный мат, мне кажется, черный мат лучше. Но по идее у нас будут черно-глянцевые зеркала, моудинги, крыша, тонировка сзади. Вот я чувствую, что они должны быть матовые. Я прям так чувствую. Но по идее, по логике, они должны быть глянцевыми. Да нет, я думаю, что эти, они просто как бы немножко визуально станут меньше, если станут глянцевыми, понимаешь? Да? Матовые они визуально чуть больше будут, да. Ну все, тогда мат. Нам нужны большие диски. Друзья, сейчас я увижу Бэфу. Е-е-е-ба! Ба-а-а-а! Это просто новая тачка теперь. Ноздри. Блин, так не хочется номер вешать. Тачка еще не до конца доделана, еще не все зазорчики поставлены, как я понял. Блин, тачка лютая. А противоатуманка у нас будет? Да-да-да. Буду, да? Блин, с задницы тоже кайф. И спойлер этот нормально зашел. Блин, выхлоп-выхлоп просто идеально. А, в салоне уже поставили пластик, кстати. Теперь она и в салоне по-другому выглядит. Вообще другая тачка. Ну мы вообще все поменяли по сути. Вообще, ну реально другая машина. Блин, ну морда у нее просто сок. Давай. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Ты посмотри на это сейчас. Это пи-е-е-е. Просто. Это пи-е-е-е-е-е-е. Сори за мат, друзья, но... Тачка пожара во всех смыслах. Тачка пожара, реально. Короче, цена будет побольше. Потому что очень много сил вложено, много денег во все это. Диски только стоят 80 тысяч. Но она лютая. К сожалению, у нас проблема. Казалось бы, все почти готово, но обломалась секретка. Подойдите, посмотрите. И она осталась внутри. Причем на первом колесе, на первом. Мы еще даже не примерили, не открутили ничего. И сейчас уже поздний вечер. На следующий день придется обращаться в шиномонтаж. Благо, он недалеко. И они будут как-то высверливать или... Ну, короче, будем набивать, откручивать. Очень обидно, что на первом колесе машина почти готова. И так охота была просто с кайфом посмотреть на нее. Хотя бы одно колесо поставить и посмотреть, как она смотрится с нормальными тапками. Наступил следующий день. Я отбелил зубы, кстати, смотрите. Ну, все-таки день рождения, завтра. Диски, честно, еще не смотрел. И... Блин, ну кайфово. Просто задний топовый выглядит. И зашли они на изи, да? Вообще есть запас, руль выкручивается, все. Блин, я бы проставки бахнул. И вперед, и назад. И назад тоже можно. Что прямо вот проставка сантиметра полтора, чтобы четко в арку встал диск. И в целом офигенно. Вот вы вспомните, какая-то тачка была до, и какая она сейчас. Просто офигеть от разницы. Причем довольно относительно бюджетно получилось. Хотя ничего бюджетного. Диски 80, пленка, тренировка. Фу, да не, не. Давайте все-таки посчитаем, во сколько нам вышел этот тюнинг. Итак, первое, на что я отдал бабки, это 80 тысяч диски с резиной, правильно? Да. Далее. Полтос, обвес. Фара, сколько вышли? По-моему, 16 или типа того. Окей, ну плюс 16, допустим. Затем ноздри. В подарок с обвесом еще. А, в подарок с обвесом. Окей, значки. Ну, косаря 2. Тонер, терку. Кстати, спасибо огромное в бункере.рф за то, что они проделали всю эту работу. Как обычно, по промокоду Гордей, скидка. Приезжайте в бункер в Москве, в Питере. Два филиала. В общем, ссылочка в описании. С ребятами работаем давно. Результат сами видите. Ну и пленка. 160. Оклейка пластика в салоне стоит еще десятку. Итого получается 323. Ну, короче, если еще прибавить, мы купили ее за 870. Короче, итого машина в миллион 200 вышла нам. Вот вся полностью. За 870 мы купили, и за 320 чем-то обошелся тюнинг. Теперь интересно, когда она купится. Я забыл посчитать выхлоп еще. Выхлоп сколько? 25. То есть это еще... Ну, короче, миллион 200 машина выходит, точно. Блин, пластик очень круто выглядит. Что бы я хотел вам сказать? Обязательно подписывайтесь на этот канал, перейдите вниз, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. На этом новом канале будут больше такие технические видосы про то, как мы прокачиваем. Потому что я знаю, многие из вас хотят видеть именно весь процесс, как там что ставится. В общем, напишите в комментариях, что вам интересно. По тачке, про покраску, про салон, про выхлоп, про вес. В общем, я все прочитаю. Подписывайтесь, ставьте лайк, результаты, считай, достойные. Ну, и с ДР можете меня поздравить. Хотя, подписка на этот канал, это будет лучший подарок на день рождения. В общем, всем желаю удачи. До новых встреч.